Просто пребывающие в внутренней части, дословно, внутри. Гнёд, нейда. А нервата – это лишённые ветра, дословно, которые, видимо, защищены от него, что ли, как-то. Да, да, да. И это что у нас здесь? Что у нас будет нервата? У нас нейда нервата или что такое нервата? Куда вы это нервата привяжете? Это гнёзда, лишённые ветра, или что-то другое? Или те, кто овостветает нервата? Это вряд ли. Потому что лишённые ветра, тот, который пребывает, он лишён ветра. Я думаю, что это гарбхан. Это мида гарбхан, которая лишена ветра, которая нервата. Потому что, ну, снаружи это гнездо, оно там может быть подвержено всем, там, силе, так сказать, мощи разгулявшихся стихий. Но в самом вот, вот в глубине, да, это вот, я забыл, как это называется, птички, по-моему, они. Вот они бьют какие-то такие гнёзда, по-моему, довольно прочные. И туда можно как, туда можно забраться, ну, и оно защищает от ветра и дождя. Вот, то есть, вот это, то есть, у нас получается, да, авастита. Авастита где? Гарбхан. 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 А, да, гарбхан. Это, то есть, это будет гарбхан. Авастита, это, что у нас, саптамир. Да. Да, это птица, которая пребывает во внутренней части. Во внутренней части чего? Нирази. Ну, допустим, да, нидаси, да, мис, да, опять же, как бурша. И вот это вот, она, внутренняя часть, она гарбха, она нирвата. То есть, вот нирвата гарбха, нирвата нида гарбха, я бы сказал, это мы анализируем, как кармангарбхан. Ну, и они, вот, пребывают, да, они авастита, где? Уже вот в этом месте, в безветренной, внутренней части гнезда или гиги. То есть, весь композит мы анализируем целиком, как кармангарбхан. То есть, первая часть этого композита будет по публике. Ну, все это мы сначала, да, видите, сначала мы разделили на одно слух по отдельному слову. Помните, да, этот образ ножичка, да, который тот режет, а потом все собрали. Потому что в результате композита он должен, сколько бы ни было в нем, так сказать, отдельных вот этих вот долек, там он должен сложиться, как бы распасть, ну, мысленно, логически распадаться на какие-то две, чаще всего две части, но за исключением тех, как в Риге, довольно редких, которые баховы. Об этом мы будем, наверное, поговорим в следующий раз. А почему нидагарбхан это кармасхары, как вы сказали? Нидагарбхан, нет, нет, это гарбхан по сравнению с гарбхан, которая авастета. Вот нидагарбхан это как улучшение. То есть, прошу вас, Алексей, теперь подытоживая, давайте все переведем. Ну, типа, ах, ага, ну да, эти вот птицы, которые такие там счастливые, сидят внутри своих гнезд, защищенные от ветра, и, значит, нас критикуют, нас поносят. Да, ну это, да, нас понят. Да, значит, эти птицы, довольные, эти довольные птицы, сидящие в безветренной, внутренней, в безветренной, как сказать, внутренней части своих гнезд, у нас, ну, как бы, понятно, да, мы так можем, конечно, достаточно вольно это перемести, но, я думаю, если мы пишем, надо все-таки стараться, по возможности, да, каждое слово, ну, нормальным русским языком передать. Отлично, замечательно, спасибо большое. Следующее. Или есть ли какие-то вопросы последние по этому предложению? У меня вообще не парят предложения вопросов у меня, по силам. Так, подождите, может быть, Владимир Владимирович сначала, да, у него вопрос, наверное, поэтому, а потом... Как бы поэтому, ну, просто, я правильно понимаю, что разбиление вот здесь внутри, у нас раз, два, три, четыре части композит этого, да, в самой силуле, а ваз, хит, агар, хамида и нирвадка. И достаточно зависит от смысла, потому что мы здесь можем разделить, сделать из вот таких вот, ну, а ваз, хитая, если уберем, получится три слова вот эти вот, нирвата, нидагарта. Ну, это просто, ну, двойна, это поруша, то есть, гарта, которая, где нид, чья нидагарта, которая нирвата. Нет, нидагарта я бы не сказал, что вот по соображениям содержит... По смыслу, да, но я правильно понимаю, что кроме смысла у нас нет никаких, так сказать, оснований, делить трактами тара. В данном случае формальным основанием является семантика, является апейкша, да, я бы сказал, в данном случае даже не семантическое, да, семантическое, да, ну, вот в индийской лингвистике есть такое понятие апейкша, дословно, ожидание, это вот семантическое, смысловое ожидание вот того, что там должно быть, это то, что, допустим, к примеру, вот есть такие, в санскрете такая категория, между прочим, о них мы не говорили, надо будет как-нибудь поговорить, потому что у Патанджели, и в принципе, это важная категория самас, да, наверное, в большинстве, в начинной части зван была на нашем курсе, по-позитам, есть такие самасы, как сапейкша самасы, а также им посвящают там целую главу, на яике об этом часто говорят, сапейкша самасы это такие нестандартные самасы, это нестандартные композиты.